Конечно, вернится машин между садовых домиков. Пока водители обгоняют друг друга по встречной, жители СНТ Лесное рискают в любой момент оказаться под колесами. Иногда вообще не останавливаются. На людей, на детей ездят. Засыпают и просыпаются дачники. Теперь под грохот грузовиков окна не открывает. Из-за выхлопных газов дышать тяжело. Каждое утро эта улочка в СНТ Лесное превращается в автомагистраль. Так, водители, которые едут из области в Москву, сокращают дорогу. По сути, все они нарушители, так как сквозное движение здесь запрещено. Ведь это жилая зона. Тем, кто едет со стороны Подольска в Москву, так короче. Прямой путь к Калужскому шоссе экономия километров 30. Неоднократно обращались в компании, которые занимаются навигацией, о том, чтобы не прокладывали маршрут через наши СНТ. Местным жителям удалось, казалось, невозможное. После того, как здесь установили знак «сквозной проезд запрещен», навигаторы перестали вести через эту дорогу. Но водители, по старой памяти, все равно едут. Откуда вы ведете? Какая вам разница? Что значит? Какая разница? Через жилую зону. Грудовое движение запрещено. Штраф за такое нарушение 3000, но ГИБДД здесь не появляется. Пройти с ребенком даже в магазин невозможно. Рискуешь, что тебя собьют. И трагедии уже случались. Маму Натальи Берестень прямо на этой обочине сбил пьяный водитель. Это вот здесь, по итогам следственного эксперимента, ее сбило, отбросило аж туда, на ту асфальтную дорогу. Валентине Григорьевне 81. К постели была приковано два года. Переломы не срослись до сих пор. Мне еще хуже. Потому что я же неоперабельна, а все подроблено. Я в этом корсете с металлическими пластинками. Представляете, в такую шару. Именно в Сочи Валентины Григорьевны переполнил чашу терпения. На общем собрании было принято решение установить шлагбаумы, ограничить проезд всех посторонних машин. Но простояли шлагбаумы недолго. Снесли недовольные автомобилисты. А жители соседней деревни пригрозили судом за самоуправство. Не захотели платить за обслуживание. Нас не устраивает то, что хотят перекрыть дорогу и взимать с нас плату за проезд. Я ездил и буду ездить. Мне не надо никаких 700 рублей. Почему я должен за свое платить какие-то 700 рублей? Но снос ограждения был только первым раундом в противостоянии дачников и жителей деревни. В ответ члены СНТ перекрыли дорогу бетонными блоками. В ситуацию пришлось мешаться местным чиновникам. Так как дорожное палатное принадлежит на праве собственности Московской области, то перекрывать дорогу общего пользования, к сожалению, пока не имеется никакой возможности. Теперь решать этот деревенско-дачный конфликт будет прокуратура. Ведомство уже начало свою проверку. Андрей.